Здравствуйте! Я всегда рад в студии принимать этого человека. Я всегда с удовольствием его слушаю. Я даже зачастую не хочу ему задавать вопросы, потому что прерывать его умную и, я бы сказал, интеллигентную, гуманитарную и образовательную речь не хочется. Не знакомьтесь, потому что вы его знаете. Это Александр Бабич. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня, в преддверии праздника Победы, мы так и будем его называть Праздник Победы, будет много разговоров о войне. О той войне, которую уже мало кто знает, я имею ввиду свидетелей. Конечно же, передается из поколения в поколение какие-то вещи, связанные с войной, информация, истории семей. Но из поколения в поколение они тоже изменяются. Они украшаются, что-то выдумывается. У нашего брата есть замечательная способность еще и выдуманному верить в результате, совершенно искренне. И доказать потом, что это не так, очень сложно, потому что то, что приснилось когда-то и стало в его жизни фактом или в ее жизни фактом, становится фактом для всех окружающих. Я хочу, чтобы вы рассказали немного в этой короткой передаче о мифах, которые сегодня не подтверждаются документами, а подтверждается то, что это миф. Какой такой, я бы сказал, самый яркий миф о войне? Ну, сложно смотреть. У каждого есть, наверное, те вещи, на которые он обращает больше внимания, чем кто-либо. Скажем, для одесситов всегда почему-то важна была эта история с минированием оперного театра и его спасением. Я только сегодня говорил по этому поводу. Так получилось, что совсем недавно мне удалось познакомиться с документами об якобы разминировании оперного театра. То есть я до этого понимал, что это скорее всего фейк, что это какая-то пропагандистская такая придумка давнишняя, но так активно она муссировалась в нашей прессе, на наших телеканалах, в каких-то воспоминаниях ветеранов даже, что я решил этим заняться плотненько. И наконец-то попадают в журнал боевых действий мино-технического батальона, который занимается разминированием города Одессы. Это непосредственно то подразделение, единственное, потому что все остальное занимается наступлением, зенитчики в небо стреляют. А эти занимались разминированием. И у них по часам, по датам, по дням идет четко каждое здание, объекты. То есть это сухой бухгалтерский отчет, где были, сколько извлекли, куда складировали, кто руководил, не дай бог, кто погиб и так далее. И вот абсолютно четко, внятно фраза во сколько они осматривали оперный театр 10 апреля и пишут. Взрывных устройств не обнаружено. Я думаю, черт, ну хорошо, они не обнаружили. Откуда тогда ноги растут от этого мифа? И я начинаю отлистывать документы. Я поднимаю в 1944 год акты Государственной чрезвычайной комиссии о материальном ущербе, нанесенном городу Одессе, Одесской области. И начинаю их перелистывать. Там есть абсолютно все. Сколько было разрушено предприятий, сколько вывезено метров железнодорожного полотна, сколько вывезено было коров, свиней, коз, кур и даже пчелинных семей. То есть до пчелки. Все в акте приведено. И там звучит фраза. Разрушено было румынами такое здание. К слову сказать, там дамба Хаджибейского лимана разрушена нашими войсками при отступлении в 1941 году. Они ее на румын повесили. Ну ладно. И про оперный театр. И изверги хотели взорвать шедевр мирового зодчества. Собирались. О чем говорят ямы, обнаруженные возле театра. Ямы и траншеи, обнаруженные возле театра. Куда копали траншеи? Что это были за ямы? Может это был какой-то окоп, щель на случай бомбежек. Может это там какую-то коммуникацию румыны собирались положить. Но то, что там не указано, что были взрывные устройства, они извлекались и так далее. Но эта фраза начинает потом появляться уже в газетных публикациях. И пошло-поехало. Ну вот как бы для одесситов, я думаю, это такая штука, которая брендовая. Не совсем уместное слово в контексте военной истории. Но вот это такой миг, который у нас тут культивируется, живет. Вот я хочу, чтобы мы под ним подвели какую-то черту уже. Хотя да, я находил не единожды воспоминания, в которых я лично там перерезал провода. Какие-то бойцы об этом писали. Ну извините, это вот уже после войны. И бойцы, которые не имели никакого отношения, по крайней мере, к минному делу. Вот потом уже. Сейчас, вот недавно, шел разговор о том, чтобы переименовать улицу маршала Жукова. Да. Которая в Одессе существует. Правда, это новая улица, она совсем не старая. Ну да. Маршал Жуков был человеком, который подписал капитуляцию Германии. Один из четырех военных генералов и маршалов. Не помню, кто от Франции подписывал. Не помню, не Патент кто-то был. По-моему, да. Может быть Патент. По-моему, да. Потому что я влепил фамилию Леклерка, но это неправда. Леклерк был просто танковым генералом и освобождал Париж. Но точно не подписывал. Ну, не важно. Это я чего-то... Простите меня. Это было в какой-то недавно передаче. Потом я посмотрел, что... Нет, я ошибся. И о маршале Жукове. Но после войны маршал Жуков какое-то время командовал Одесским военном. Ну, как бы имеет отношение к Одессе. Я не говорю уже о том, что он был маршалом Советского Союза, главнокомандующим. Он командовал фактически первым, вторым, третьим украинскими фронтами. Ну, да. Первым был, когда Ватутина заменил убитого. И потом сразу уже первым белорусским. А как главнокомандующим... Ну, да. Он координирует деятельность фронтов. Там несколько операций. И Славодорская и дальше. Правда о маршале Жукове. И миф. Скажите, пожалуйста, сейчас много разговоров о том, что Георгий Жуков был человеком, который положил миллионы людей советских на полях сражений глупо для того, чтобы просто получить награды или взять какие-то города и какие-то военные объекты к праздникам. Это как бы отмечалось особо. Иосиф Миссарионович особо любил это. Награждал салюты и так далее и тому подобное. Правда ли это? Или это миф? Смотрите. Я вот сейчас, когда началась эта история с переименованием, да, и все начали там, ну, какая-то часть, да, наших горожан, начал кричать, оставьте Жукова в покое, он великий маршал, и не будь таких мы бы не победили. Я решил, как обычно, вот трезво взглянуть на взгляд, просто там посидеть над документами. Я взял просто всю биографию Жукова, выписал его карьеру, да, какие должности он занимал, в какие дни, какие числа, какие месяцы. Соответственно, после этого я составил, какие битвы непосредственно, да, он принимает участие как руководитель и сам расставляет войска. А дальше уже я каждую битву препарировал отдельно. То есть я брал силы и средства сторон РКК и вермахта, и потом итог битвы, то есть какая территория там отвоевана, завоевана результат этой битвы и потери в конечном итоге. И некоторые вещи меня совершенно поразили. Ну, например, меня удивили, то есть я понимал, общий ход военных действий. Ну, например, там Ржевско-Сычавская наступательная операция. Мало того, что их было у нас две штуки, а до этого в этом же районе еще раз наши пытались предпринять контрнаступление. Это майсенький городочек Ржев. Помните стихи «Убит под Ржевом»? Страшно поразительное такое произведение. Вот. Сраненький райцентр, да, совсем махонький. Но дело в том, что это выступ немецкий, который угрожал с севера Москве. И мы все знаем, что вот контрнаступление под Москвой, там в 1941 году устояли, дальше там пошли наступать. Но почему-то мы забываем, что немцы все равно еще полтора года находили в 150 километрах от Москвы. То есть всего ничего. Потому что они же не смогли их отбросить. Жуков пробовал отбросить трижды их оттуда. И вот под этим маленьким Ржевом Жуков укладывает ежедневно 6689 солдат. Вот если взять, там полтора месяца идет вот это контрнаступление. И полтора месяца они в эту топку кидают солдат. 52 танка в день и 6689 мужиков, русских, украинских, узбекских, укладывается вот возле этого маленького Ржева. И итог нулевой. В итоге пока сами немцы не поняли, что с этих сторон, уже со всех сторон обложили, чтобы не оказаться в котле, они потом сами отойдут оттуда. Ну три операции там вот идут. Дальше там смотришь на Зиеловские высоты. Да, уже вот совершенно брендовая такая штука. Штурм Берлина. Да, у нас 2 миллиона, по-моему, 130 тысяч солдат наступает на этот Берлин. Ежу, понятно, Берлин обречен. Да, с севера будет идти второй белорусский. Здесь в лоб лупит первый украинский, первый белорусский. С юга, в общем, тоже окружен. И союзники подступают максимально близко. Мы понимаем, что там форсировать эти события, ну, месяц, и, в общем-то, это могло бы произойти меньшей крови. Нет, ну, понятно, мы должны взять, мы должны обойти союзников. Там куча мотивации было. Ну, и действительно, естественно, желание закончить поскорее войну. И вот в лоб, на высоту, очень здорово укрепленные, эшелонированные, да, бросаются сначала с 30-ти минутной подготовкой всего. Хотя до этого куча сражений, там, по 2 часа. Наши уже могли себе позволить утюжить, да, это металлом, это все. 30 минут артподготовка, и поперли солдаты. Ввязнут, бросаются две танковые армии. Танки идут фактически по своим. Сверху начинают лупить наши артиллерии, учитывая, что скверная погода, ой, артиллерия, авиация попадают в свои. Итог, я смотрю, в день потери нашей армии 15 200 человек. В день 15 200 человек. Это ужасно. Вся война в Афганистане, да, унесла столько за все там 15 лет, здесь в один день. За три дня до победы, там, за неделю до победы кто-то... Ну, в общем, говорить о том, что это был военный гений, достаточно сложно. Понятно, мы можем сейчас начать применять там сослагательное наклонение, с кем-то его сравнивать. Ну, вот мы же победили. Да, итог, действительно, мы победили. Да, действительно, такие, как Жуков, приближали эту победу. Но я бы не называл его великим стратегом и маршалом-победителем. Интересно, какой вопрос вам или что скажет телезритель, который вам сейчас звонит? Да, это вы слышите. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Были заминированы Пересыпьские мосты? Потому что я, как я, моя дитинка, живу на Пересыпь. У меня мама говорила, что все мосты были заминированы. Скорее, да, чем нет, я так отвечу. Потому что, действительно, у Пересыпьских мостов были достаточно серьезные бои. Когда смотришь события, хронику 9 и 10 апреля, то нашим войскам достаточно сложно давалось именно Пересыпь. Мы знаем, что и там были бои на Фрунзе. Я не находил информацию о том, чтобы там изымались взрывные устройства и конкретно в этих же отчетах. Честно говоря, даже не добирался до этого, потому что они меня в меньшей мере интересовали. А вот когда мы говорим о том, что с точки зрения стратегии, мы понимаем, войска идут через Пересыпь. Румынам и немцам, конечно же, было интересно их заминировать и удержать наступление на город. Я думаю, да, там было минирование. Вот мы рассказали, вы рассказали несколько мифов, которые подтверждаются документами, ну, будем говорить так, несколько противоположного характера, которые в какой-то мере опровергают в одном случае минирование оперного театра, в другом случае это гениальность маршала, который руководил огромным количеством войск и миллионами людей. Нужно ли сейчас этим заниматься вообще? Потому что вот эта ситуация с победой, с тем, что в истории государства Советского Союза это, пожалуй, самое значительное событие вообще, это победа. Если бы ее не было, даже если бы просто не было войны, то вряд ли можно было бы что-то сказать значимое о тех годах Советского Союза, которые он существовал по той простой причине, что поднятие целины или война в Афганистане большой чести не принесли. А вот война – да. Нужно ли? Давайте говорить о том, что принесла ли она честь. Мы можем как угодно трансформировать эту фразу. Помните, у Ларош-Фуко замечательная фраза была «Счастливы те народы, чьи летописи скучно читать». На самом деле я по-хорошему завидую каким-то исландцам, которые там свои саги где-то еще с времен какого-нибудь рыжего викинга и больше поговорить им не о чем в масштабах геополитики. Но они замечательно себе живут. У них отлично организован быт. У них чудно, я не знаю, вулканы греют им воду в батареях, а океанский прибой им дает еще какое-то электричество. И все замечательно у этих народов. Равно как и у кучи швейцарцев. Швейцарцы плохо живут, им нечем гордиться в военном плане. Ну вообще не о чем. Вот не было бы их историй гениальных каких-то побед со времен еще раннего средневековья. И ничего. И нормально себя чувствуют. В данном случае, поди знай, если бы мы не бряцали оружием, если бы великий кормчий не пытался серп и молот, как на советском гербе, наложить на весь земной шар и сделать это все, всемирную революцию и ринуться вперед, то и войны бы это могло не быть. Да, мы понимаем, что там вызревал другой идиот Гитлер со своим национал-социализмом. Но вина-то Сталина в том, что началась Вторая мировая война, ровно такая же, как и Гитлер. 1 сентября Гитлер начинает, 17 сентября Сталин вступает в эту войну и больше из нее не выпадает по большому счету. Прибалтика, Буковина, Бессарабия, финская кампания. Все эти истории, да, все эти истории на Дальнем Востоке. Сталин, в общем, тоже, он же готовился к войне. И посему, я не знаю, повод ли это для гордости. Вот мы берем, да, смотри, до 65-го года... Между прочим, по-моему, Георгий Константинович Жуков командовал войсками, которые вошли в Бессарабию. Да, 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 действительно, ООН командует, по-моему, 40-я армия. Когда входит, трансформирует в Южный фронт. Перед самой войной. Перед самой войной. Он тут тоже был. Если бы у нас... Мы вот понимаем, да, в 65-м году начинает там плотно культивироваться вот эта вот мысль Великой Победы. До 65-го года 9 мая даже не День Победы. Он был с 45-го по 47-й, потом отменили, и в 65-м снова начинается вот это вот, когда, в общем-то, большая часть фронтовиков действительно уже или успокоилась, или ушла вообще в мир иной, тех, кто действительно окопники и воевали. И вот Брежнев начинает вот эту историю. И до сих пор мы не можем остановиться. А зачем? Ну вот кого сейчас всерьез волнует, я не знаю, возбуждает победа над Наполеоном? Да, ну, в общем-то, никак. Или русско-турецкие войны, да, и победы в них. Мы же не собираемся там за столом, не начинаем по этому поводу. Для меня война, скорее, это предмет изучения. Это предмет серьезного, глубокого исторического поиска, изучения документов. Но, опять же, ровно настолько, насколько я историк. Но не как, там, пересечный громадянын. Одесса была первым городом, который остановил фашистские полочки, как мы говорим. Или это тоже миф? Ну, давайте так говорить. Одесса, действительно, город, который 73 дня, кстати, вот еще одна история. В книжках 50-60-х годов 70-дневная героическая оборона Одессы. Потому что считали от 8 августа, когда замкнулось кольцо окружения вокруг города. А потом начинается вдруг, взяли и накинули три дня. Вот первого приказа 5 августа и бои, так называемые, бои на дальних подступах. И на три дня оборона стала героичней. Вот зачем это делалось? Что это увеличило или уменьшало героизм тех морпехов, которые здесь погибали в наших степях? Или тех пацанов 18-летних, которые пошли в окопы? Нет, никоим образом. Зачем-то вот это вот крутили, выкручивали, и теперь мы не можем концов найти. Где же на самом деле правда? Где ложь? Где миф? Где героизм? Сколько погибло до сих пор? Нет, Одесса сыграла свою очень серьезную роль. Тут действительно фактически все румынские силы были скованы под Одессой. И румыны здесь положили, ну там хороших процентов 60, да, своих боеспособных частей. В этом плане очень мощное. Я так понимаю, что у наших стратегов, наверное, было желание Одессу оставить как плацдарм. Если все-таки они остановят где-то там под Днепру, допустим, или чуть-чуть дальше, то тут же можно будет через Крым перебросить, ударить во фланг вермахта. Кто-нибудь тоже не знал, что вермахт попрет до Сталинграда потом, в конечном итоге. Киев остановил, да, на какое-то время, но при этом идиотское совершенно решение не отводить войска от Киева, и в итоге 665 тысяч попало в окружение с Кирпоносом вместе. Больше полумиллиона мужиков просто вот взять и слить. Самое большое окружение во всей этой войне. Страшная штука. Нет, дальше, ну что-то, Смоленское сражение какое-то, не столько, конечно. Но Одесса, это не миф. Нет, это великий город. Это великий город с великими людьми, с великой историей. И нам есть смысл гордиться тем, что мы можем сейчас что-то делать для этого города. Ну, не жить совсем-совсем в прошлом. Ну, нельзя так. Скорее, сберечь его, да. Знать его, да. Но носиться с этим... Ну, ребят, гордитесь сегодняшним своим каким-то достижением. Сделайте что-то сегодня и завтра мне об этом расскажите, чтобы я пожаловал вам. А чем вы гордитесь за последние годы в этом городе? Чем я горжусь? Своими достижениями или вообще в городе? Вы историк, человек, который изучает все камни этого города, все земли этого города, все крыши этого города, знаете, любите? Чем гордиться? Я удивляюсь особой энергетикой Одессы. Одесса – город с очень особым настроением, с очень особой душой. Вот это город с душой. Я не знаю, как это можно материализовать, как это можно объяснить, но я это ежедневно ощущаю. Я ощущаю доброту людей в большей мере, все-таки доброту одесситов. Что бы там ни говорили, да, это все равно люди, которые способны улыбаться, встречать людей, с ними правильно обходиться и передавать это дальше, да, как некий такой миф, если хотите, в хорошем смысле этого слова. Это способность рождать таланты. Вот непонятно как, но у нас потрясающе талантливые дети получаются здесь у всех, и они потом прославляют город, правда, зачастую уехав отсюда, потому что жить здесь становится все тяжелее и тяжелее. Вот, наверное, вот этим я горжусь. Но при этом и поводов для скорби у меня все больше и больше появляется. Это уничтожение нашей архитектуры, уничтожение вот той истории, которой мы могли бы гордиться, да, опять же, в этих камнях исчезновение моря, или, по крайней мере, доступа свободного к этому морю, которым мы так все гордились. Вот это вот то, из-за чего я плачу по ночам в подушку. Это тема следующей нашей передачи. Мы уже об этом говорили. Спасибо огромное. И закончим мы эту программу сейчас документальными кадрами обороны Одессы, 41-й год. Буквально две минуты, они очень редкие, их редко показывают. Именно оборону Одессы. Именно людей, которые тогда создали этот не миф, а именно то, что мы сегодня можем сказать городом, который мы любим. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.